всем привет и в начале этого видео я хотела напомнить вам что в моем инстаграм проходит розыгрыш условия очень простые ссылка будет в описании на пост с розыгрышем поэтому переходите и выполняйте все условия возможно победителем будете именно вы итоги розыгрыша будут 5 апреля но у меня сегодня новая клиентка соответственно работа не моя что хочу сказать работа выполнена достаточно хорошо ничего здесь криминального нет покрытие выполнено нормально поэтому приступаю к снятию старого покрытия но сегодня работа будет не очень для меня простой в плане не только маникюра но и психологически я думаю начну с самого начала как это было и хочу сразу сказать что я никого не обвиняю в том что произошло особенно клиента это сугубо мои какие-то проблемы с которыми я столкнулась в ходе выполнения данного маникюра в общем позвонила мне вечером клиентка и попросила записать ее на маникюр так как у ее мастера что-то сломалось а ей срочно нужно уезжать и ей очень нужны ногти и она вот хотела бы попасть ко мне у меня на следующий день и по свободных окошек не было весь день у меня был расписан а до обеда мне нужно было решить кое-какие свои дела и вопросы но я решила помочь девушки так как поняла что ей очень нужен маникюр и это сыграло со мной в итоге злую шутку я начала расспрашивать у девушки какие у нее ногти длинные короткие нужно ли будет до наращивать ремонтировать ногти какой дизайн она хочет чтобы понять сколько времени у меня уйдет на весь процесс девушка сказала что у нее короткие ногти ничего исправлять особо не нужно будет и дизайн от сложного тоже не будет обычно такая работа у меня занимает не более полутора часов обычно в среднем это даже час поэтому я конечно же решила помочь девушке и назначила и время на 900 следующего дня но я не учла очень важный момент что не все клиенты умеют анализировать свои ногти свою форму в каком состоянии находится покрытие и не каждый клиент может объяснить что не так с ногтями или вообще увидеть что что-то не так поэтому жду я в общем-то с утра клиентку встала пораньше уже успела сделать все свои дела которые собиралась сделать для того чтобы принять клиентку жду ее на 900 ее нет жду на 9 10 ее тоже нет и в 9 20 я решаю что нужно позвонить и уточнить будет ли клиентка все-таки на процедуре присутствовать или нет потому что у меня на 11 00 был назначен следующий клиент девушка сказала что она сейчас будет и немножко задерживается с этим тоже проблем нет бывает всякое но когда клиенты задерживаются они обычно потом а ну выразимся экономит на своем дизайне либо же на каком-то из этапов чтобы сделать маникюр быстрее например не делают покрытие цветом а делают просто ньют ну это тоже в принципе не принципиально каждый решает уже что ему делать сам клиентка извинилась за то что она опоздала и я ее в этом понимаю бывает всякое повторюсь сели мы выполнять маникюр я увидела ее ногти и поняла что это уже скажем так не очень хороший для меня сигнал что ногти ее не в самом лучшем состоянии а именно за того что все они клюют вниз при этом форма ногтей довольно широкая из-за этого я понимала что работы тоже у меня прибавится потому что я и буду пытаться еще поджать плюс кутикула тоже не самая простая здесь довольно сложный тип кутикул из-за того что она сильно налипше при этом ноготь в зоне матрикса в зоне лунула очень мягкие не ну приходилось очень аккуратно работать чтобы не навредить клиенту в общем как вы понимаете здесь я уже почуяла неладное поняла что я не смогу эти ногти оставить таком состоянии которые они вот сейчас ко мне пришли и что их обязательно буду поднимать было бы я мастером знаете которому все равно я бы конечно не осталось ничего исправлять сделала бы вот так сверху на эту форму на этот клювик если так можно выразиться клювиком мы называем мастера ногти которые клюют соответственно я бы оставила все так просто сделала бы покрытие но я понимаю что я себя просто съем если я не сделаю те ногти которые я уже вот вижу не сделаю ровные красивые квадраты поэтому принимаюсь за работу стараюсь как можно быстрее выполнять каждый этап а как вы знаете если спешить то получается наоборот при этом звоню клиентки которая была записана на 11 00 прошу у нее извинения прошу перенести на час позже на 12 00 нашу запись так как я и просто не успеваю спрашиваю конечно будет ли удобно клиентки или нет клиентка моя соглашается без всяких проблем и я собственно со спокойной душой продолжаю свою работу еще меня очень много времени отнял процесс выяснения с клиентом на какое же время ей и на какой день нужно было прийти потому что во время этой работы я услышала как мне звонит телефон увидела что мне звонит клиентка которая была записана на следующий день на 11 00 я взяла трубку и слышала что клиентка уже ждет меня чтобы я вышла и начала делать ей маникюр ну то есть забрала ее в свой кабинет и мы начали делать покрытие а я была честно говоря в небольшом шоке потому что первый вопрос в голове мы и был это то что я забыла неужели я забыла записать клиентку или я что-то напутала я быстренько открыла instagram посмотрела хорошо что была переписка посмотрела что она все-таки записана была на следующий день и в общем-то вот эти вот все процессы они тоже заняли около 27 минут моего времени а это немало поэтому это тоже такой аспект который замедлил мою работу в итоге я расскажу вам сколько времени я всего потратила на весь процесс этого маникюра здесь я показываю насколько ногти клюют боковые параллели тоже отсутствует есть такие выкрашенные прямо места возле точек в роста это все тоже необходимо исправлять здесь не получится взять пилочку и просто поднять параллель вот сейчас на данном моменте как иногда мы можем сделать потому что при поднятии клюющего кончика я просто уничтожу форму квадрат и боковые параллели будут неровные вид сверху у формы будет нечетким квадратом это будет ну вот сейчас я продемонстрирую я пытаюсь немножко поднять вот этот провисающий кончик но при этом форма сверху вид сверху у квадрата просто уничтожается то есть у нас становится не квадрат а что-то похожее на балерину в общем что-то непонятно я так работать не привыкла я хочу чтобы ногти выглядели так в итоге в итоговой работе чтобы у меня было собственное самоудовлетворение чтобы мне нравилось то что я сделала поэтому здесь конечно же я приняла решение по любому ногти нужно поднимать иногда я задумываюсь какой же способ был бы самым лучшим в данном случае возможно это были вы верхние формы возможно полигель как я сделала просто буду поднимать полигелем провисающий кончик а затем добавлять архитектуру базой все-таки ближе мне показался второй вариант поэтому я приступаю уже к второму варианту сегодня буду комбинировать полигель и выравнивание базой потом еще в этой работе я очень хотела скрыть широковатую форму ногтей и поджать делать я это буду с помощью металлических зажимов в общем сейчас моя задача это поднять ключ и кончик и немножко исправить форму клиентки сделать ее визуально более уже это я сделаю с помощью формирования небольших арочек кстати мне очень интересно заметила ли клиентка в итоге разницу потому что есть такие клиенты которые не замечают разницу до после им было хорошо с клюющими ногтями или же им нравились свои клюющие ногти то есть это уже довольно индивидуальная вещь и для этого нужно клиенту подбирать мастера который будет делать то что клиенту нравится если клиент хочет клюющие ногти это уже немножко не про меня я люблю повторю делать так чтобы нравилось и мне поэтому я поднимаю а там уже клиентка сама будет смотреть нравится и это или нет возможно она потом попросит своего мастера сделать и поднятие клюющего кончика если если ей понравится но я видела что клиентку как и меня в принципе волновал вопрос времени поэтому не знаю была ли она довольна тем что я вот так заморочилась скажем так над ее работой или нет ну и раз уже времени зашел разговор давайте тогда расскажу сколько я потратила времени на эту работу ушло у меня три с половиной часа ну и отминусуем 20 минут на которые опоздала клиентка в общем дело делала я поднятие поджимала выкладывала полигель старалась сделать по максимуму все что от меня зависит как-то визуально сделать форму уже и не заметила как уже пролетел еще час и клиентка уже тоже должна была скоро приезжать на 12 поняла что мне нужно переписывать клиента еще на час то есть на час дня не на 12 она час позвонила попросила еще перенести на час клиентка в принципе хорошо что вошла в мое положение она была не против так как у нее был выходной или что-то такое но в общем ей было в принципе не тяжело это очень меня успокаивало во время работы но и скажу я вам не знаю с чем это связано но когда я делаю эти ногти я очень сильно устала и последующих клиентов мне вообще уже не хотелось принимать не знаю чем это связано плюс конечно же время еще отнимала съемка так как не очень хотелось показать вам эти ноготки исправления поднятия ногтей поэтому съемку тоже важно учитывать это постоянные настраивание телефона штатива постоянно приближение или отдаление но в общем так какие-то моменты очень хочется за впечатлить из-за этого работа может замедляться из-за неудобного положения лично моего под телефоном вот очень такая трудоемкая работа получилась хотя на видео на первый взгляд ничего такого сверхъестественного обычное понятие клюющего кончика но вот меня много раз отвлекали плюс съемка плюс такие ногти которые тоже требуют особого внимания в общем не знаю почему-то эта работа очень сильно меня вывела из колеи и потом я уже не хотела дальше работать со следующими клиентами уже как-то я почувствовала усталость в общем-то пока я тут болтала рассказывала вам ситуации с этим маникюром я тут уже опиливаю форму стараюсь сделать максимально все что от меня зависит поджать ногти по максимуму для того чтобы они смотрелись аккуратнее симпатичнее в этом конечно очень сильно помогает изгиб арочка которую я делала выпиливаю лишнюю толщину изнутри сначала керамической кукурузской большого такого диаметра до стандартного которым мы делаем снятие затем это будет более тонкая фреза которой я уже доработаю какие-то мелкие недочеты она сможет сделать намного аккуратнее изнанку нежели вот такая вот фреза большого диаметра которая не подлезет труднодоступные места и вот собственно после поднятия такие ногти мы получаем мне уже здесь намного больше нравится вид ногтей арочки еще не идеальные я их в конце еще буду дорабатывать здесь еще есть толщина которая нам не нужна после покрытия цветом после дизайна парочки еще раз я буду прорабатывать но визуально ногти уже выглядят как по мне намного лучше напишите в комментариях заметили ли вы разницу и значительная ли она по вашему мнению вы знаете если бы я была клиентом и мне вот так вот подняли бы ногти сделали бы архитектуру но это я сейчас говорю не конкретно об этом случае а вообще в принципе иногда ожидаешь от клиента какого-то вау эффекта но этого но это иногда бывает но не часто лично у меня клиенты вот у меня больше ценят побыстрее чтобы это было аккуратно ну и все здесь тоже я спросила у клиентки как она видит разницу или нет но мне кажется что эта разница для нее не особо была значимой как в принципе для большинства клиентов потому что ну клиенты же не обязаны разбираться там в архитектуре ногтей и так далее это уже лично такой наш профессиональный взгляд поэтому конечно же я кайфую когда вижу результат в итоге это самое главное как по мне очень важно делать то что вам нравится данная работа заняла у меня три с половиной часа из этих трех с половиной часов отнимите 25 минут опоздания клиента плюс еще полчаса я разбиралась с клиенткой которая пришла не по записи перепутала свое время ну и собственно эта работа стоила 300 гривен с учетом скидки для клиента скидка была потому что я снимала видео это во-первых во вторых я чувствовала какую-то вину я не знаю почему за то что я долго делала этот маникюр как по мне три с половиной часа это для меня очень долго напишите в комментариях долго ли это для вас для такой работы три с половиной часа с таким дизайном ну и кстати стразики клиентки я не сделала все-таки даже за них не спрашивала потому что вот эти 25 минут опоздания это были стразики поэтому все же клиента я отправила без стразиков но как по мне дизайн и так смотрится довольно уже завершенно скажем так я решила их уже не делать очень ждать ваших комментариев по поводу моей сегодняшней нелегкой работы что-то пошло не так наверное как там говорят ретроградный меркурий если вам понравилось моё сегодняшнее видео и вы хотели бы продолжать смотреть мои видео и далее обязательно дайте мне об этом знать любой активностью на моем канале всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok